Привет всем! В этом видео хочу вам показать свои замалевки, рисунки, портреты карандашом, которые рисовала я ранее. Конечно, хорошая бумага фирмы Кансон, если я ее правильно прочитала, она хорошо подходит как для карандаша, акварели, гуаши, постели, крейды, это мелкие, тушь и бугиля, это уголь. Но рисовала я ранее на другой бумаге, более простой, это обычный альбом для рисования, вообще для детей, возможно даже дошкольного возраста. Она такая бумага более гладкая и более тонкая, ну как, скажем так, набить, чтобы себе руку, потренироваться, пообучаться, довольно-таки и на такой бумаге можно это делать. Это портреты 2008 года, когда я очередной раз лежала в больнице, чтобы не скучать, не тосковать, я решила набить себе руку. Портреты я рисовала каких-то там знаменитостей, просто из фотографии разных женщин, моделей, из журнала. Это был мой первый портрет, рисовала я последний раз карандашом, сейчас скажу, это было в школе, когда еще были уроки рисования, может класс второй, может третий, нам дали задание нарисовать автопортрет. Я удачно с этим заданием справилась, и мой автопортрет еще висел там на почетной доске в школе. После этого я рисовала портреты, вот карандашом в 2008 году. Это был первый портрет, так как это женщина с журнала, и вот я себе набивала руку. Потом я увидела в этом же журнале, угадайте кто это, правильно, это Софи Лорен. Вот, уже со вторым портретом у меня дела пошли лучше. Тут уже я обыграла тени, мягкие переходы. Ну и вообще мне Софи Лорен очень нравится, и поэтому я так постаралась над ее портретом. В принципе, удачно получилось. Тут уже более мягкие переходы. Так, что у меня дальше? Ну это такое. Вот, следующий у меня был портрет. Если вы узнали, кто это, напишите в комментариях. Мне очень интересно, узнали вы или нет, похожи или нет. Маленькая подсказка, это актриса. И одно время она очень была популярна. Она снималась в сериале, который, мне кажется, смотрели все. Так что напишите в комментариях, пожалуйста, узнали вы ее или нет. Так, следующее. А вот это мне просто очень понравилось, тоже из журнала. Я перерисовывала. Мне понравилась вот сама такая вот эмоция, которую передает данная девушка. Такое вот блаженство, нежность. И вот мягкие линии пыталась себя передать. С каждым разом у меня, как бы, я набивала руку с каждым портретом, да, и получалось лучше и легче. Особенно если мне этот портрет нравится, да, эта фотография данного человека. И мне нравится его писать, то, естественно, я стараюсь и более удачнее получается. Такие вот тут же переходы нежные. Следующая у нас актриса. И я не скажу так же, кто это. Если вы узнали, кто это, то тоже напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне просто интересно, есть ли сходства, угадали ли вы. И вообще похожи на эту актрису, которая перерисовала также из журнала. Напишите, пожалуйста. Вот я решила в данном портрете много теней не делать, более светлую сделать. Ну, глядя сейчас, я уже вижу, да, какие-то погрешности. Это уже из головы, и это недоработанное. Тут нет мягких переходов, очень грубая работа, и я вижу уже множество изъянов. Очень такой вот подбородок тяжелый, скажем, и нет мягкого перехода, нет мягких линий. Более мужской подбородок, да, и вообще как-то больше на транссистита похоже. Вот это я тут пыталась изобразить то ли русалку, то ли что-то такое. Короче, какая-то была тематика морская, тут ракушка на подвеске у нее. Хотелось, наверное, тогда мне было что-то красивое, чтобы больше получилось. И я ее, конечно, не доработала, и пока так оставила. Не знаю, буду ли я ее дорисовывать, дорабатывать над ней, посмотрим. Так, вот еще одна работа, которая мне очень нравится. Тут вообще, скажем, что даже идеально получилось, и либо приближенно к этому. Очень мягкие, плавные переходы, игра цвета, тени хорошо играют, все хорошо подобрано, красивый взгляд. Красиво получилось, красивая работа. Так, поехали дальше. Ну, это, так, детское баловство, я считаю. Что-то тут пыталась я изобразить. Это я конячку рисовала. Я в детстве, кстати, очень любила рисовать лошадей, и вообще очень любила лошадей. Когда я начинала учиться рисовать, первое, что я пыталась перерисовать, это, естественно, лошадь, жеребца, то есть коней. Вот, когда маленькие дети, они все рисуют на чем угодно, где попало и как попало, и родители, как правило, восхищаются этим. Ну, если рисуют на обоих, конечно, они их ругают. Но когда маленький ребенок подходит, там какие-то палочки, черточки, кружочек, да, и вот мама, смотри, как я нарисовал красиво, мама там радуется, вешает на холодильник или еще куда-то. Ну, со мной практически была та же история, и я имела неосторожность показать первый рисунок своей конячки, да, родному брату своей мамы. Моя первая конячка примерно выглядела вот так вот. Это хвост, уши, грива. Вот примерно вот так вот выглядела моя первая конячка. Когда я показала брату, дядю Коле, да, свою конячку, свое художество, он, конечно, был в шоке немного и спросил меня, ты что, не видела, как выглядят лошади? Ты что, их ни разу не видела вживую? Тебе показать фотографию? Я была как-то в шоке, я не понимала, откуда такая критика, как это так, всем нравится, а ему не нравится. И дядя Коля показал мне, в общем, фотографию коня и сказал, сиди и перерисовывай, чтобы он был похож, да, чтобы ты научилась рисовать. И вот это был как раз тот правильный толчок для меня, чтобы учиться рисовать так, чтобы было похоже. И я вот усердно сидела, рисовала, училась сама, рисовала так, чтобы это было похоже и близко к оригиналу. Вот, и потом у меня началась серия просто лошадей, разнообразных, пока я не научилась. Это я решила просто возобновить в памяти, как выглядит конь. Но, скажем так, это был набросок реально за 5 минут. Вот, поэтому, не судите строго, я его не дорабатывала. Итак, что у нас следующее? Вот еще одна такая вот работа нежная. Мне понравилась именно эмоция в этой фотографии или в этом снимке, с которого я перерисовывала данную женщину. Ну, естественно, овал лица тут немного такой грубоватый, выраженные скулы. Но, тем не менее, такая эмоция хорошая, приятная. Тоже плавные переходы, линии. Эмоция либо блаженство, либо удовлетворение. Следующее у нас. Итак, я тоже не буду говорить, кто это. Если вы узнали, напишите в комментариях. Это тоже из журнала. И я уже вижу, где есть тут ошибки. Подбородок. Здесь не точные линии. Здесь нужно затенить. Шею чуть-чуть тут тоньше сделать. И вот это немного тоже приподнять. Немного неправильная форма низа. Поэтому немножко получилось перекособоченное личико. Но, тем не менее, в общем, можно, в принципе, определить, что это за певица. И если вы узнали, нашли сходство, напишите, пожалуйста, в комментариях. Так. И, судя по всему, портреты уже карандашом у меня даже закончились. Тут я делала наброски для таких вот картин. Чтобы нарисовать либо акварелью, или гуашью, или акрилом. Акварель, если честно, я не очень ее люблю. Я вне детстве набаловалась. И когда попробовала акрил, постель, масло, я отошла от акварели. Возможно, я еще буду рисовать акварелью. И я хочу пробовать разные техники и акварелью. Но уже буду покупать акварель такую более серьезную, художественную. Не детскую, которая в канцелярских товарах продается, а именно в специализированных магазинах. Чтобы было приятнее с ней работать. Это набросок подмалевок тоже под краски. То есть это карандашом я нанесла, чтобы в будущем красками обрисовать. Ну, не знаю, буду ли я это делать, так как я перешла уже на холсты. И либо холст на подрамнике, либо холст на ДСП, на картоне. Тогда уже картина и смотрится более серьезной и большего формата я сейчас рисую. Так, что у нас тут дальше? Тут я масочки подмалевки. Ага, и вот моя последняя работа карандашом. Она не закончена. И видно, что уже и бумага у меня тут пожелтела кое в каких местах. Сейчас вот так вот ближе вам покажу. Это такая вот мелкая тонкая работа. Она не закончена. Но тут уже видно, что все, рука уже набита. Правильная пропорция лица, глаза, губы, нос. Все тут сидит на месте, все правильно. Осталось просто ее доработать. И она у меня вот такая вот незаконченная. Но красивая. Это тоже актриса, которая мне очень нравится. Я ее перерисовывала с журнала, опять-таки, не закончила ее. И вдруг, если вы ее узнали, то напишите обязательно в комментариях. Ну и еще один такой вот подмалевок. У меня была серия картин акриловых на небольшом таком формате, на хорошей бумаге. И я рисовала цветы. То есть у меня серия была разных цветов. Это и ирисы, гладиолусы, орхидеи. И вот последнее, что я не закончила, это вот этот цветок. Я даже не помню, как он называется, но я фотографировала когда-то у мамы на даче. И пересматривала фотографии, мне понравились эти цветы и хотела нарисовать. Карандашом подмалевок я сделала, а разукрасить уже не разукрасила. Возможно, когда-то разукрашу. Вот это все рисунки, все портреты, которые есть у меня карандашом. Как я училась и вообще пришла к тому, чтобы начать писать портреты. Сначала карандашом, потом красками. Меня этому специально никто не учил. Я просто садилась, брала фотографию либо журнала, перерисовывала понравившийся мне портрет, фотографию. И делала это до тех пор, пока не получалось, пока не была схожесть, пока было не похоже на оригинал. И вот таким образом я себе набивала руку. Сейчас у меня уже есть, конечно, понимание, что какие пропорции, соотношения должно все это быть. Вот. Первый мой портрет, это был мой автопортрет во втором или третьем классе. После этого я, конечно, долгое время не писала портреты, а уже вот в таком сознательном взрослом возрасте я начала опять пытаться рисовать портреты. Сначала карандашом, а потом уже перешла и на краски маслом. Естественно, первый портрет маслом был мне непросто так рисовать, но тем не менее, если очень хочется, то можно заморочиться и в итоге получается. Так что пробуйте, рисуйте, пока у вас не получится что-то красивое, пока вот не будет сходства с оригиналом. Если вам понравилось видео, поставьте лайки, пишите в комментариях, узнали вы, кто изображен на портретах. Также пишите в комментариях, хотите ли вы научиться рисовать портреты, автопортреты, перерисовывать с фотографиями и понять, какие должны быть пропорции, как научиться рисовать глаза, нос, губы правильно. Пишите, это для меня будет стимулом делать обучающие уроки для вас, и тем не менее, я буду с вами так вот дальше развиваться. На этом пока все. Вдохновения вам. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok